Приветствую! И я вам сейчас скажу один термин. Он называется аффективный след. Что это значит? Вот в детстве, особенно в детстве, мы очень часто избытываем сильные эмоциональные состояния. И у вас была какая-то ситуация в детстве, когда вы испытали сильное эмоциональное состояние по отношению к этой девочке. По-моему, тогда вы считали себя как-то нежнее. По-моему, тогда вы предполагали, что она лучше вас. И вы выросли, а аффект сохранился. Аффективный след сохранился. И сейчас вы уже взрослые, но это все равно идет за вами. Это идет из детства. И чтобы избавиться от этого, понять, что это лишь только ваше дерзкое переживание, нужно вспомнить, какое именно переживание с этой девочкой было у вас сильнее всего. Что, тем больше всего, впечатлило вас, когда вы учились в школе? Может быть, ее успешность? Но ведь вы успешны уже и так. Может быть, что-то еще? В любом случае, необходимо это переживание найти и вновь его пережить, но уже сейчас. Вот с тем багажем знаний, которые у вас есть, чтобы вы разбили эту ситуацию на элементы и осознали, почему у вас возникла зависть тогда и что ей двигало. Ведь вам интересно, и вы следите не за самой девочкой, а за лишь какой-то сферой, какой-то частью ее деятельности, которая вас в чем-то привлекает. Это может быть ее внешность, это может быть ее окружение, это может быть ее работа, это может быть ее доступ. Что-то вас привлекает. Это нужно выявить и понять, почему именно в этом вы считаете на себя художе, чем она. Или чего вы боитесь. Дело в том, что у вас может быть страх, пациональный страх, что, допустим, вы потеряете свои достижения, эти достижения станут хуже, чем у нее. И вы постоянно следите за ней, чтобы убеждать себя в том, что вы все равно лучше нее. Подобная связь, если она имеется только с этой девочкой, ну, выходит из ваших личных отношений. Во-моему, вам стоит с ней пообщаться, чтобы разрушить образ той девочки, с которой вы общались, образа нового человека, который есть сейчас. То есть, встретившись вживую с тем, кого можно сказать вы боитесь, кого можно сказать делали своей намедзиной. Вы увидите, что, в общем-то, человек самый обычный. У человека есть свои проблемы, у человека есть тоже свои страхи, у человека есть свои цели, свои желания, которого не может сейчас осуществить. И здесь нужно сказать такую вещь, что люди склонны на публику, в обществе показывать лишь только свои сильные стороны, исключительно сильные стороны, и при этом скрывать свои негативные моменты и слабости. То есть, вам нужно понимать, что то, что вы видите в социальных сетях, это как бы вершина Айберга, это как бы лишь малая часть того, что действительно происходит в ее жизни. А полная казина состоит из проблем, которые этот человек постоянно решает. Просто вы этого не замечаете, вы видите только то, что вам доступно. Другого-то вы ничего не заметите, не видится. И поверьте мне в этом на слово. У каждого человека, абсолютно у каждого человека есть свои проблемы. Есть свои конфликты, свои неурядицы, свои досадные ситуации, неудачи и прочее. Все это у вашей вот большей одноклассности есть. Просто вы этого не замечаете. И вы не будете замерить, ибо ниоткуда вам это увидят. Соответственно, в каком ключе, в каком направлении решат проблему, решат вам. Можно сказать, что для эффективной работы с этим лучше всего двигаться в обоих направлениях, так вы максимально полно освободитесь от вот этой вот слежки, от потребностей слежки. И, собственно говоря, смотрите же и дальше. Еще хотел бы заметить вот что. Подобные в решении, когда вы следите за человеком, это тоже привычка. То есть вы привыкли получать какие-то эмоции от слежки с ними. Возможно, это либо подтверждение того, что вы лучше, возможно, это наоборот ощущение, что вы хуже. Но, тем не менее, это привычка, которая дает вам определенные перезимания. И эти перезимания вам нужны. Потому что вы уже так привыкли, у вас как бы рефлексы выработались на этот образ жизни, на эти поступки. И чтобы от них избавиться, нужно волевым решением перестать просто-напросто следить за людей. Может быть, вообще удалить свою страничку контакта. Может быть, создать новую, где не было бы ее. И запретить себе за ней следить. Потому что ее жизнь ваша никак не касается. И первое время вам будет тяжело. Первое время у вас будет натуральная мусорная слеломка. Но потом, когда новые действия заменят старый, а там, где нет старых действий, а вот вы делали что-то, а теперь этого делать не будут. Со временем появится всегда что-то новое. И это постепенно вытеснит. Вытеснит привычные вам манипуляции. И вы уже не будете думать, «Боже, как-то я раньше смотрел, а тратил свое время на что я тратил свое время». Здесь необходимо научение. Процесс научения. Процесс постепенный, достаточно длительный. То есть это не произойдет после одного-двух раз. Но, тем не менее, если вы хотите именно избавиться от этого, то придется поступать именно таким образом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...